всем привет с вами константин и мы на канале мережка тиви мы находимся в районе второго полигона я уже знаю где вход потому что я смотрел мы сейчас туда пойдем в самом полигоне я не был но уход знаете поэтому я думаю мы сейчас по шурику забыл куда так выходим и налево по шурику сейчас пробежимся конечно есть у нас враги как же без них но это можно сделать пробежавшись сука что это волчки смолчики нам надо на какую-то башню сейчас мы ее отыщем и тут бар что-то я заблукал а вон полигон а башню а вот она ну как башня башенка блять что там за топок короче подходим башни к этой включаем вот эту камеру открываем дверцу вот и все не знаю он какой-то чел лежит тоже какая-то болтовня ненужная наверное есть кто блять это как как он этот пирожок пирожок блять вот это он там тарахтел костями блять я смотрю тут у нас весело ничего себе я потерялся я потерялся ну давай а кто это так по мне колбасит а вот это вот давайте нахер блять насобиралась как ресурса там дохера сейчас может тех еще загасим сейчас меня не понял ну ресурс он постольку поскольку нужен наверно гражданский полигон новое вооружение я думал предприятие 3826 история все больше про гражданские разработки покорение космоса и улучшение урожайности пшеницы новое вооружение я думал предприятие 3826 история все больше про гражданские разработки покорение космоса и улучшение урожай это вот чин академика сеченова где в равной мере присутствуют разработки новейших переносных телефонов плодоносных яблонь и летального оружия ты куда клонишь может быть ваш шеф не такой уж и миссия динамик то прикрой много лишнего болтаешь и и и Сохранение бомба. Короче, меня там убило, и поэтому я здесь уже знаю, что надо делать. А, пойду уж там ящичек заберу. А убило меня, я попал под лазер. Полноразмерные антропоморфные испытательные приборы куклы R9. Созданы для изучения последствий различных столкновений и травм, которые в экспериментальных условиях... ...могут быть причинены живому человеческому организму. Там до какого-то момента... Вот это не просто копия человеческого тела. Это сложное полимерное устройство со множеством электронных датчиков, подключенных к центрам сбора инфографики. Датчики позволяют досконально фиксировать процессы, происходящие с манекеном во время потенциально опасных для жизни испытаний. Надо развернуть, чтобы там был проходик. Вон он. Здесь у нас кто? Теперь будем записываться. А то мне пришлось много... ...проходить. Так, здесь у нас просто... Здесь просто лут. Но заберем его. Здесь просто лут. Здесь просто лут. Блядь, я забыл куда. А, сюда. Блядь, замучился я уже. До этого у меня быстрее все получилось. Советскими и мировыми учеными доказано, что за время существования нашей планеты, северные и южные магниты полюса не раз сменялись местами. Теоретически это может произойти и в наше время, причем в любой момент, а в время, причем в любой момент. Однако последствия подобного природного катаклизма предсказать сложно. Именно поэтому на полигоне номер два ученые скрупулезно восстанавливают мельчайших деталях картину событий давно ушедших веков. Что было на планете при последнем перевороте полюсов, а именно 42 тысячи лет назад. Ты че, блядь, дурачок? Вот, допрыгнул. Нихера себе. Он должен был руками зацепиться. А вот теперь сюда надо. А ну, если мы... Хер его знает. Может, и так можно? Блядь, можно. Давай, залазь. Ты залазил. Вот, выезжает лестница. Но... Это ж еще не все, сука. Вот там вот... Лазер, и я сгорел. Наверху нет ни хера. Ну, может, мне куда-то сверху надо. Ну, в принципе, да. Я, наверное, сейчас бегаю и запишусь, но и вон нахер. Ну, я записался. Надо искать, как отключить лазер. Вот там дырка какая-то. А может, и не надо его отключать, этот лазер. Да, наверное, и не надо. Оно сюда, сюда. Туда. Походу, я, наверное, догадался. Лестница не для того, чтобы туда идти. Но вниз. Лестница для того, чтобы подняться наверх. У нас на одном уровне нет. Ни хера. Ну, вот, надо, наверное, сюда. Бля, да. Сюда мы допрыгнем. Может, и туда допрыгнем. А дальше я не вижу. А если поднять? Да, теперь мы никуда вообще ни хера не допрыгнем. Ладно. Прыгаем. Раз. Два. Три. Блядь. Зашибись. Вот теперь туда, наверное, да? А ну. Да, наверное, туда. Есть. На жопе шерсть. Хоть маленькая, но, блядь, своя. О-о-о-о. О-о-о. Так. Так, но это все хорошо. А как мы до той дырки? Отлично, отлично. Да, долго я там скакал. Я так понял, записываться надо регулярно тоже тут. Потому что... Что-то на дробаш. И это не может не радовать. Майор, оружие, 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 улучшение, дробаш. Так, что мы сначала начнем? На полигоне 11. Мы там еще не были. Ствол. Полигон 2, да, увеличивает урон, увеличивает урон, уменьшает скорострельность, уменьшает точность. Бля, я не хочу такое. Он и так медленно стреляет. А этот только увеличивает точность. Вот этот, походу, самый... Так он у меня был. Я не пойму. Я не пойму, че я его не ставил. Потому что Вася... Ну, нормально. Наверное, нормально. Сохранение банка. Так. Походу, нам вниз, да? Да, с дырки с этой мы пришли. А вот что-то у нас. Ага. Ага. Теперь вниз или сюда? Да, нам сюда. Что так же? А внизу, наверное, какой-то лут. Или нету никакого лута. Одно из двух. Так. Ну, думаем, да, думаем. Пока я не вижу ничего. На земле человек точно знает, где вверх, а где низ. Но что делать, если привычная сила тяжести исчезает? Человек оказывается в невесомости. Конечно, для организма это огромное испытание. Но что, если мы сможем адаптироваться к отсутствию гравитации? Ну, давайте. Именно для этого создан данный цех. Исследовать возможность комфортной повседневной жизни в условиях, непривычных человеческому телу. Советский человек обязательно приспособится к любому новому способу жизни. Шаг за шагом. Ведь на его стороне наука. Наука на службе народу. Шаг за шагом. 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 упал нам наверное сюда а эта херня подымается да подымается интересно а теперь наверное туда что-то не сработало бля ящик как это залез вот так для чуть-чуть осталось только чуть-чуть а где у нас дверца сверху залазить сверху залазить сверху залазить я теперь что-то ни хуя не вижу бля не туда надо как а как а как а как сюда он не запрыгнет сюда он не запрыгнет да какой-то херню сотворил а да наверное туда теперь теперь туда ну вот мы и прошли полигон номер 2 опять дубина сейчас запишусь всем спасибо девочки и мальчики всем до свидания я выйду посмотрю если будет там враг но я оставлю если его не будет ну значит его там нету